Министерство обороны РФ, которое несколько дней молчало и никак не комментировало разгромное поражение и паническое бегство своих войск на Харьковщине, вчера вечером наконец-то признало потерю сразу нескольких городов в Харьковской области. Однако при этом Российское Министерство обороны заявило, что Россия просто сама, добровольно, по своей воле вывела оттуда войска, просто потому, что это часть такого хитрого плана, а войска эти были организованы, переброшены из Харьковской области на Донбасс. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. И если действительно верить этим словам Министерства обороны, а патриоты России не могут же не верить своему командованию, ведь так, то выходит, что Россия не потерпела поражение, нет, ни в коем случае, а просто сама добровольно решила вывести свои войска из Харьковской области. И все бы ничего, но только при этом Россия, знаете ли, как-то забыла предупредить вот тех самых коллаборантов, которые все это время, все эти полгода активно сотрудничали с Российской оккупационной администрацией и верили, что Россия пришла уже окончательно, всерьез и надолго. Полгода вся российская пропаганда, российские власти убеждали вот этих жителей Харьковщины, что Россия действительно в Харьковской области навсегда, Россия их не бросит. Например, 5 июля такое обещание давал не кто-нибудь, а целый первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. То есть лицо не только вполне официальное, но и высокопоставленное. Россия становится все ближе и ближе, но я бы даже сказал, что уже факт очевиден, что Россия здесь навсегда. Россия отсюда никогда не уйдет, и вся необходимая помощь будет оказана в рамках тех вопросов, которые мы сегодня обсудили с главой администрации. Россия здесь навсегда. А теперь российские власти просто в один миг вот так вот перечеркнули все свои предыдущие обещания и запросто заявили, что Харьковская область просто не входит в зону задач специальной военной операции. И поэтому они свои войска выводят на Донбасс и будут уже там дальше разбираться и воевать. А все, кто все это время сотрудничал с Россией, верил в Россию, и оказались просто брошены на произвол судьбы и принялись спасаться паническим бегством, удирая в Россию, где у них на самом деле нет абсолютно ничего. Ни жилья, ни работы и никаких перспектив, потому что там они бинго, никому не нужны, потому что вся их ценность состояла в том, что они украинцы, они здесь сотрудничают с Россией, да, они были нужны тут на местах, а там в России своих таких навалом. Вдуматься только, несколько месяцев сторонников России в Харьковской области приглашали оформлять российские паспорта, российские автомобильные номера, их убеждали участвовать в различных пророссийских митингах, уличных акциях, причем все это тщательно фиксировали на видео и выкладывали в сеть сами россияне, то есть сами они все это задокументировали, а после того, как они этих жителей Харьковской области фактически сделали преступниками, с точки зрения украинского законодательства, российское командование просто заявило, что Россия этой территории уже не нужны и взяли и просто ушли. Мы еще раз хотим сказать, что Россия здесь навсегда. То есть видим, как в очередной раз все те, кто поверил России, поверил в идеи русского мира, поверил российскому правительству, оказались просто подло и жестоко обмануты. Людям в очередной раз преподали хороший урок, который заключается в том, что никогда нельзя надеяться на Россию, никогда нельзя связываться с Россией. Она не только обманет, она еще и подставит, она еще максимально обманет так, что у вас потом будут до конца дней какие-то неприятности, то есть вас сначала сделают соучастником каких-то противоправных действий, все это задокументируют, выложат в интернет, а вот потом уже вас подставят, бросят и кинут. И, конечно же, уже понятно, что все то же самое, точно так же Россия кинет жителей и других оккупированных территорий Украины, которым тоже сегодня напаривают, что Россия туда пришла навсегда, Россия заберет себе, будет референдум. Все уже, я думаю, очевидно и для тех людей, которые там живут, что их точно так же рано или поздно кинут, вообще без объяснения причин, просто объявят, что хитрый план, надо как бы выводить войска, и эти люди просто-напросто будут вот так же точно подставлены и оставлены Россией. Потому что уже понятно, что никакой победы, конечно же, у Путина, у России не будет, это уже невозможно, и рано или поздно все равно они будут договариваться, договариваться с Западом, придется оставлять захваченные территории Украины, выплачивать компенсации и так далее. И, по-видимому, главным итогом вот этого идиотского, совершенно безумного вторжения Путина в Украину станет просто полнейшее исчезновение этого пророссийски настроенного украинского населения. И не потому, что с ним что-то сделают, а просто потому, что не будет пророссийских настроений, так как до самых уже твердолобых, упоротых сторонников русского мира дойдет, что, во-первых, Россия их просто цинично использует, подставляет и кидает, а, во-вторых, они просто осознают рано или поздно, что сотрудничать с Россией и возлагать на нее какие-то надежды не просто бессмысленно, а это еще и вредно и опасно, потому что будут только неприятности, ничего хорошего, только одни проблемы. И это мы сейчас четко видим на примере Харьковской области. Друзья, поделитесь обязательно этой информацией. Это крайне важно, чтобы она до всех дошла, до жителей наших оккупированных территорий, чтобы сами россияне тоже видели и понимали, что они делают здесь, что они делают с теми, кто им поверил. Обязательно поделитесь этим видео и, конечно же, подпишитесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что творит Россия на захваченных ее территориях и как она на самом деле относится к пророссийскому населению Украины.